Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Это серия видео, посвященная теории о синтезаторах. Я постарался преподнести информацию вам на простом языке, для того, чтобы вы понимали, как это работает, и ваши любимые устройства стали для вас еще более интересными. В основном мы говорим о субтрактивном синтезе. Ну а как представить субтрактивный синтез без фильтра? Именно фильтр позволяет нам получить то самое мгновенное удовольствие, как только мы покупаем синтезатор. Мы нажимаем на клавишу, кручим частоту фильтра и поднимаем резонанс, и мы находим нужную точку удовольствия, которую получают наши уши, когда мы это слышим. Многие фильтры имеют свои уникальные характеристики, а многие из них уже стали легендами. Например, такие фильтры, как 7, MOOC, Z-Plane, фильтр от MS-20. Их все даже и не перечислить. Нет лучше фильтра или хуже. О них обо всех уже можно писать легенды. Они этого достойны. В этом видео мы и поговорим о фильтрах. Не забывайте оценивать видео, подписываться, если вы еще не подписались, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Но если вы хотите получать эксклюзивный контент, становитесь моим бустером. Ссылка будет под видео. Фильтр служит для того, чтобы, например, возьмем график, где у нас есть низкие частоты и высокие. То есть вообще это выглядит вот так примерно. Здесь высокие частоты. А здесь низкие. Вот тут примерно бочка находится. Тут тарелочки где-то находятся. И фильтр позволяет срезать определенные частоты. Если, например, нам нужно срезать высокие, оставить только низкие, то фильтр будет выглядеть вот так. Если же нам нужно срезать низкие, оставить только высокие, то фильтр будет выглядеть вот так. Ну и существуют различные типы фильтров. Максимально удобно будет, наверное, показать их на примере электрона-аналог хита. То есть вот у нас есть звук. И различные типы фильтрации. Начнем с более резкого. Это low-pass фильтр. Он пропускает нижние частоты. У него существует резонанс, который, скажем так, добавляет добротности на определенную частоту. На срез. Более плавный. Это band-pass фильтр. Он срезает как верхние, так и нижние частоты. И мы можем менять, какую частоту он нам оставляет. High-pass фильтр. Он отрезает низ. Также имеет резонанс. И более резкий high-pass фильтр. То есть его крутизна более резкая, чем у предыдущего. Band-stop, он же notch. Он вырезает определенную частоту. И пик. Есть такие фильтры под названием Z-plane. Они есть в протеусе. Они отличаются от других тем, что они позволяют осуществлять плавный переход одного типа фильтрации к другому. То есть некий морфинг. Также в этом синтезаторе присутствует чуть ли не 20 или больше типов фильтрации. В том числе и пропускающие, параметрические, гребенчатые фильтры. Давайте посмотрим на практике, как они выглядят. Я просто их попереключаю. Можете почитать названия. Как они выглядят, к сожалению, я не знаю, но мы можем послушать их. Это в бейсе. Кто посчитал, сколько фильтров уже? Фейсшифт Через меня прошло очень много фильтров, как стендалон устройств, так и еврорек модулей Мне очень нравился звук у фильтра 7, а также мне, конечно же, нравится мук-фильтр Благодаря этим фильтрам мне удавалось поднять бас в определенный диапазон звука, который был приятен моему уху Также мне кажется, что они очень мягкие и звучат по-настоящему аналогово Также я обожаю возможность и палитру фильтров протеуса, а также возможность делать морфинг между некоторыми фильтрами Это очень здорово и можно добиваться интересных тембров Модуляция фильтра для меня является одним из важных художественных эффектов Ее я добивался посредством такого фильтра, как Electrix Это очень шикарный перформанс-фильтр, я скучаю по нему И в данный момент я пытаюсь сделать то же самое на аналог-хите, то есть повторить все то же самое, что я делал именно с Electrix Еще я люблю фильтры на микшерах Xon Кто диджеет, наверняка знает, как они звучат и понимает, о чем я говорю Я надеюсь, что после просмотра серии этих видео эти знания, которые позволяют мне выбирать и сравнивать синтезаторы Помогут также вам в выборе вашего первого синтезатора или помогут посмотреть на ваше устройство иначе Возможно, вы откроете в нем какие-то функции и работа с ним станет интересней Эта серия видео подошла к концу, и если она кажется интересной и полезной для вас, пишите Также, если вдруг вы захотите чем-то дополнить ее, тоже пишите Лучший комментарий я закреплю для того, чтобы люди смогли прочитать и понять устройство синтезатора более эффективно Я был рад познакомить вас со своим и сетапом, пусть и поверхностно Надеюсь, вам было интересно, до скорой встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok